«Юлочка желаний» – так и называется акция нашей телекомпании, которую в этом году мы проводим вместе с Бизнес-лигой. Декабрь – время чудес, когда каждый из нас задумывается о будущем, подводя определенные итоги. А дети пишут письма Деду Морозу и верят в чудо. У ребят, о которых будем каждый день рассказывать в эфире, их мечты точно сбудутся. Потому что их письма с желаниями попали в нужные руки. В руки людей, которые способны творить добро. Дарина несет это письмо в почтовый ящик, держит его как великую ценность. Она еще не знает, что уже сегодня ее заветное желание попадет в руки помощника Деда Мороза. И оно обязательно исполнится прямо перед Новым годом. Дарине 7 лет. Два года назад у нее умерла мама – осложнение от коронавируса. Папу девочка не знала никогда. Сейчас Дарину и ее 22-летнего брата, который тяжело болен, воспитывает родная тетя. Она вынуждена была приехать из Узбекистана на ПМЖ в Абаленск, чтобы детей не отправили в интернат. Супруг Евгений такое решение не принял, остался там. У Евгении есть и свой ребенок – девочка 13 лет. Вот так в один день она стала многодетной мамой. Но по-другому поступить не могла бы никогда. Хочу я просто набор для творчества, что я очень сильно люблю рисовать. Еще у меня есть брат, но, к сожалению, он у меня болит, поэтому я тоже его хочу порадовать и хочу ему там мешок сладостей и усмотрения Деда Мороза, потому что больше я не знаю, что придумать. Потом очень скромно добавляет, что вообще брат мечтает о ноутбуке или телефоне. У него никогда не было этих вещей. И вот желание Дарины в руках владельцев сети салонов красоты и медицинских центров Тропикана. И роль волшебников им очень нравится. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Корякина Дарина. Мне 7 лет. Знаю, что под Новый год происходят чудеса и сбываются детские желания. Я бы хотела, чтобы и мое желание исполнилось. И мне подарили ноутбук и сундучок. Это такой набор художника для рисования и творчества. Я очень люблю рисовать. И у меня это хорошо получается. Еще у меня есть старший брат. Он, к сожалению, болеет. И чтобы его немного порадовать, я хотела бы, чтобы Дедушка Мороз принес ему мешочек сладостей. Спасибо. Вот такой портрет Деда Мороза. Какая у нас непростая задача, Татьяна Александровна. Ну что ж, Дарина, мы обязательно исполним твое желание. Обязательно подарим подарок тебе и твоему брату. Творческий сундучок у нас, хоть мы и не художники, но будем исполнять желание ребенка обязательно. Ну и, наверное, хочется сделать хоть одну счастливую душу нашего населения. Пусть исполнится ее необыкновенное желание. Сложно быть волшебником? Или каждый может быть волшебником при желании? Волшебником при желании может стать абсолютно каждый человек. Самое главное – иметь, наверное, тепло какое-то в душе и делиться этим теплом с другими. Канун Нового года – время чудес, и нужно обязательно в них верить. Как верили все эти годы участники акции «Елочка желаний». Помните, как это было? К нам в студию приходили гости, выбирали на елочке, установленной в студии открытки, зачитывали желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и брали на себя обязательства по их исполнению. Абсолютно все мечты детей воплощались в реальность, потому что все наши гости – лучшие, настоящие волшебники. И тех счастливых глаз, восторженных отзывов малышей не забыть.